Гостей мероприятия фойе Дома культуры Петровская встречала небольшая выставка фотографий из личного архива семьи Ивана Буянова. Об истории каждого снимка посетителям экспозиции рассказывала внучка, дважды героя социалистического труда Светлана Слешина. Сестра моя вспоминает, что целый день делали эту фотографию, чтобы застать его в семейной обстановке, потому что семье он, конечно, никогда не принадлежал, он всегда принадлежал людям и всегда служил людям. Очень много людей приезжало с Москвы, из правительства и коробками отдавали архив. И поэтому у нас остались буквально единицы, которые мы бережно храним. Иван Андреевич Буянов был первым председателем колхоза имени Владимира Ильича. Под его руководством сельскохозяйственное предприятие стало одним из передовых в стране и достигло высоких результатов в сфере земледелия и животноводства. По сложившейся традиции мы всегда возлагаем цветы в деревне Горки на аллее героев. Первым председателем колхоза Владимира Ильича, дважды героем социалистического труда, Буянову Ивану Андреевичу. В Петровском, в Дом культуры, первый раз проходит такое широкое мероприятие. На вечер памяти были приглашены почетные гости. Много теплых слов в адрес Ивана Буянова сказала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От всего сердца благодарна вам за память, которую вы сегодня не просто несете, храните, а передаете молодым людям. Сотрудники Дома культуры подготовили фильм о жизни легендарного руководителя и о рабочих буднях колхоза имени Владимира Ильича. Вечер, посвященный Ивану Буянову, вновь сплотил земляков, которые передают память о нем из поколения в поколение. Когда организовался колхоз, никто не верил, как что будет, как быть, с чего начинать. Иван Андреевич говорит, только труд может улучшить вашу жизнь. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. О, золотые, говори все дела, О, Россия, Россия, ты такая одна.